До обеда поработали. Ну зачем ты зашла и своим видом испугала всех рыб? А мы уже на территории белого отеля. В смысле не с ручки, а ручки. Ну очень-очень душевно. Нам здесь однозначно нравится. О, мы еще в какую-то зону пришли. Сейчас посмотрим. Прилетели на обед. Сергей Семенович, большое спасибо, что высадили экзотические вот такие кусты у нас в парке Зарядье. Ох, какая тут зона прям. Можно понять по нему, что все, это конец. Тайлонг, наверное, права-то и не получит. Вломаться не надо. Маленький эксклюзивный отель в мире. Кто здесь будет играть в волейбол? Конечно, никто. Арнольд Шварценеггид сейчас в Америке. Наши могут покушать везде. Рашин, о, в таком деревенском, обычном стиле. Наступление в другой стороне. До обеда поработали. Сейчас идем на пляж. И наша задача по пляжу пройти на ту сторону, где белый отель. Оказывается, это часть нашего отеля, куда можно ходить, гулять. Там даже ресторан есть, да, Оль? Расскажи. Да, есть несколько ресторанов, которые мы можем посещать на обед и на ужин за деньги. А на обед бесплатно. А, все, мы пойдем сейчас на разведку, все посмотрим, чтобы завтра там пообедать. Вон, смотрите, плавает. Здесь специально сделали. Ну, здесь течение, прям вот видно конкретно. Они вон грибут на месте. Может унести. Ой, босиком здесь ходить, конечно, такое, да? Себе, потому что здесь кораллы. Смотрите, какая стая рыбок. Они такие прозрачные, правда. Вот они. Ну, достаточно немаленькие. Вон, наверное, сантиметров сорок. Такие. Ну, зачем-то зашла и своим видом испугала всех рыб. Хотели поснимать, но Илона... А, вот они, вот они. Вот они плывут. Здесь периодически натянуты вот такие вот тросы. Они с чем-то, видимо, потому что то ли они задерживают течение, что ли. А, нет, это просто трос. Вон, рыбки опять. Просто трос, на котором виснет этот трава. Вот такие вот периодические тросы. Если тебя унесло, чтобы зацепиться, что ли. А мы уже на территории белого отеля, да? Как он называется? Не помню. Сейчас посмотрю. И я не помню. Вот этот вот бар, по-моему, у нас входит, да? Да, по-моему, кокосы дают. Это чё? Угу. Так, здесь супермаркет с шляпами. Давайте зайдем, посмотрим басик. Здесь даже лежаки другие, видите? С такими, с ручками, это удобно. Ну, в смысле, не с ручки, а ручки. Такая территория у них тоже уютненькая. Такой басик. Басик глубокий. Совершенно другой. С голубой плиткой. Я думаю, что мы здесь тоже можем пользоваться, плавать. Потому что браслетов нет никаких опознавательных знаков. И вот купаются люди. Тихо, спокойно. У них тут не музыки, ничего. Здесь водичка различная. И кофе. Херетаж Летель Фаир. Такое сложное название. А у нас тоже херетаж какой-то. Овали. Вот так выглядит здесь номера. Более современные такие. Люди могут выйти вот так и загорать сразу. Здесь такое ощущение, что народу меньше, что ли. Сейчас мы на бассейну пройдем. Вот здесь, вон, далеке. Видите, матрасик. Девушка лежит там или... Кто там? Девушка, наверное. Там вон еще один такой матрасик есть. Может загорать, лявляться. А здесь, посмотрите, какой бассейн огромный. Большой. Вход вот этот удобный. И здесь, смотрите, как красиво сделаны лежаки. Такие, как на островочках. И везде у них метр двадцать. У них других измерений нет, что ли. Вот здесь, вон, красиво. Видите, фонтаны. Прогуляемся сейчас, пройдем еще туда. Такая зона. Здесь у них можно поесть. Нам здесь поесть нельзя. Вот такая здесь красотишка. Дерево со светильниками. Отходящее дерево. Лианы, что ли, это. Смотрите, здесь какая пепеница. Убрали, все рыбок сделали. Вот такая зона здесь для отдыха. Вот это основное, скорее всего, ресепшн. Вот здесь. И оттуда вот так вот спускаемся. И очень-очень душевно. А, вот здесь вот, видишь, серые полотенца. Они пришли к нам отдыхать. Около нас просто лежали русскоговорящие семья. И у них были вот такие серые полотенца. Мы вроде бы пошли прогуляться. У нас получился обзор еще одного отеля. Вообще, все отели, наверное, ну вот, это третий отель, у нас, в который мы вот зашли и идем. Нам нравится. Нам здесь однозначно нравится. Такое райское местечко. Мы в ресторан тоже можем пойти на ужин. И на ужин. И нам дает только на ужин. И нам дают сюда полторы тысячи рублей кредит, скидка. Ну, это где-то 300 евро, что ли? А, нет, вру, 30 евро. 30 евро скидка. Но здесь, по-моему, 3 800 только вход, нет? Или это не этот? Нет. Хорошо, идем дальше. Самое прикольное, он нам продавец прошел с ракушками. Он по-русски говорит. Ну, он как бы не русский, но говорит по-русски очень даже сносно. И сейчас мы девчонок видели, которые тоже по-русски говорят. На бассейне. Отель-то все продолжается. Ой, ходить здесь невозможно, конечно, босиком. То ли непривычно. О, мы еще в какую-то зону пришли. Сейчас посмотрим. Прям интересно. Вот такая у них зона, еще одна есть. И вот ресторан здесь. Здесь можно посидеть. Это вечером, скорее всего. Такая лаунж-зона. Ресторан очень симпатичный. А здесь что? А, здесь река. А, мы дошли. Мы дошли до реки, да? Да. На карте. Здесь вот, да, каноэ. Оля ищет еще один ресторан, где можно пообедать будет завтра. Тут показать. С-Бич Клаб. Вот это такая территория. По территории прям речка проходит. А, С-Бич Клаб. Речка-Вонючка. Вода грязная капец. Грязная капец. Впадает вот в океан. Вон, видно или нет? Кайт. Кайтсерфинг, да? Это называется. Они разбираются. А вот здесь эти парашюты сушат, моют. Ну, сейчас вот они все летали там. Прилетели на обед. Вот здесь их сушат. Ну, домики очень красивые. Это прям как виллы. Смотри, как дома, да? Такой, Сергей Семенович. Большое спасибо, что высадили экзотические вот такие кусты у нас в парке Зарядье. Видишь, такие же кусты? Ну, да. Вот здесь жилеты, каяки. Ну, я что-то не видел, чтобы на каяках кто-то прям тут. Здесь с течением снесет лодочки разные. Сейчас пойдем посмотрим, каяки. Мы идем в бар, да? Ну, вот этот ресторан здесь должен быть, который входят. Ну, территорию у этого отеля тоже большая. То есть, по сути, у нас территория одна, мы можем здесь ходить. А вот эта сонна на два отеля общая? А купаться мы можем там, да, тоже? В бассейнах. Да, да. Пользоваться, да? Только получается в ресторанах не во всех можем. Вот если мы сюда пришли, допустим, отдыхать, мол, какие лежанки, то мы здесь можем пообедать. Это вот здесь, да, наверное, обедать, Сюля? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зона этого отеля, вот этого, который вроде бы и в нашем отеле, побольше, чем наше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас везде музыка долбит у них. Такой он более современный, что ли, да, отель? У нас более спокойный. А, здесь вот вход. Здесь ресепшн, что ли, у них, да, получается, здесь въезд в отель. Ну, и, блин, забанят нас. Да, здесь гольфкары. Такая территория зеленая тоже. Смотри, какая большая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все чистенько, аккуратненько. Вот здесь еще столы находятся. Да, ну, вот этот бассейн, здесь очень много и детей. Здесь он четко ограничено. Видите, голубой это мелкий такой вход, а где голубое, ой, темно-синее, там уже глубина. Вот здесь сам центр, видите, здесь можно каяки тоже взять, получается. Здесь центр. Так, записываешься, берешь. Все, что угодно, мы выходим на пляж. Здесь тоже такие лежанки. Ой, опять надо снимать. Ой, наши шлепки. Все, готово. Проходим, как на Мальдивах. Выходы вот эти. Крутяк. Так, здесь есть катамараны и лодочки. А дальше, походу, все, конец территории. Ну, здесь люди отдыхают. Ну, здесь лагуна такая. Ветерок. А у нас ветра, вот, кстати, нет. У нас там ветра нет, здесь ветерок. Ну, в любом отеле есть плюсы-минусы. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Вот охранник. Можно понять по нему, что все, это конец. Все входит. Катамараны, какие-то... О, а это что за зеленая лягушка? Так, это есть, есть эти, как каноэ, сабы, катамараны такие, такие, с электромотором есть вот даже. И все это входит, да? Кстати, ты же немножко набрал, что такую штучку не знаешь? Потому что в Китае такая в бассейне была, я на ней каталась. Помнишь? Прям такая была? Такая в чертюре. Я уже не помню. А, все, вспомнил, да, 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 все вспомнил. Наши решили протестить. Педалировать, вот так сказать, на катамаране. Это, я думал, катамаран, он на всех языках катамаран. Оказывается, нет, это педалина как-то, или пи... Ну, короче, такое какое-то слово. Мои не поплыли в открытый океан, правильно сделали. После еще последних событий в Египте. Там что-то акула кого-то. Валя, конечно, трагическая ситуация. Покусала или съела даже. Ну вот, видите, да, как они рулят? Это у Ольги есть права еще. Мне интересно, кто ей дал их. Вот, а Илонка, наверное, права-то и не получит с такой ездой. Илона, я думаю, что тебе права никто не даст. Вам нравится? План такой. Хотели пройтись вдоль вот этих коттеджей. Вон туда, там перейти, там еще один мост. Какой-то или шлюз вообще. Но здесь, по ходу, пройти невозможно. То есть здесь вот все обозначено, засажено зеленью. И стоится это вот со стороны океана. Это типа вторая линия после речки. Но мы сейчас что сделаем? Мы, наверное, выйдем вот так. Пройдемся с той стороны. Можешь объяснить, зачем под гамаками этот песочек насыпали? Падать было не более. Ну, какая версия? Думаешь, будет мягче, чем на газон упасть, да? Судя по всему, здесь никто не живет. Сейчас мы заглянем в номер. Да, вломаться-то не надо. Здесь спички даже. Вот, смотри, спички даже лежат. У нас тоже есть пашка. А, у нас тоже есть пашка. А, здесь, ну, как на Мальдивах сделан очень. И диван есть. Здесь с ремонтом уже, в общем, номер. Видно, с той стороны санузел. Кровать стоит по-другому. Ну, большие номера тоже. И вот такой раз вышел. Лужайка, обезьяны, кокосы и бананы. С этой стороны тоже вот так выглядят домики. Вот тоже все в джунглях. Вообще-то, Мексику тебе не напоминает, Оля? Ну, не знаю. Нет. Как в Мексике, нет? Не напоминает. Ну, там вообще в джунглях, да. Идемте вот по левой тропинке, чтобы совсем около домиков не ходить. Ну, с этой стороны домики скучнее выглядят, чем стоит. Здесь тоже есть семь цветов спа. И вон там он, зона. Мы дошли до этой дамбы с другой стороны. Так, как на нее подняться? Я вижу вот здесь проход и вот здесь. Что здесь? И детский клуб здесь, да, тоже? Смотрите, лодка неуправляемая. Это же... А, она на якоре, извините. Я уже начал переживать. Вот этот, я думал, это дамба, а это мост. Посмотри, как. Здесь можно посидеть. Ну, идем, посмотрим ресепшн, а потом вернемся. Ресепшн, как обычно, надо преодолеть. Ой, препятствие. Не, я не поэтому, я просто вздыхаю, я не задохнулся. Так, еще немного, еще чуть-чуть, еще немного, и чуть-чуть. Слушай, эта река вообще откуда? Это что, амазонка? Так, амазонка же не здесь, елки-палки. Идемте. О, вот так вот выглядит у них ресепшн, лакшери такой. То есть там, где мы смотрели, там был не ресепшн, а гольф. Это, знаете, в таком старом колониальном стиле, вот как вот американцы любят, где у них там... О, вот такой вот горы, пальмы и въезд тут такой. Это похоже, да, на старый колониальный вот такой стиль показывает? Этот старую Америку, да, когда у них такие вот заходишь домики. Маленький, эксклюзивный отель в мире. Ничего себе маленький в мире. Конечно, маленький по меркам мира. Ну, вот здесь можно сесть, отдохнуть. Ну, действительно, очень уютный и очень красивый такой... Что здесь еще есть у нас? Здесь можно посидеть. Здесь еще какая-то комната есть. Видимо, не для нашего этого носика, так скажем. Здесь балкончик. Ладно, мы выходим и движемся дальше, смотрим отель. И стали проходить под мостиком криминальным. Мы спустимся отсюда с этой стороны. И пойдем. Там детский клуб был указатель. О, даже волейбольная площадка есть. Ну, здесь так все, знаете, выглядит тут вот как есть... Как правильно говорят, такой психотип человека, который пользуется этим отелем. Такой в галстуке, как минимум, в белых шортах. И льняной рубашке, такой на выпуск, в роликсах. Вот так. Кто здесь будет играть в волейбол? Конечно, никто. Это только наши могут приехать раз по 50. Все включено. По мартинке, по пирольке и на волейбольную площадку. Правильно? А местные здесь в роликсах, в этих китайских... Кто? Никто не пойдет. Вот это детский клуб. Ничего себе. Активити центр. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас активного. А, Тимомо. Это вот детский, да, клуб? Да. Кидсклуб здесь. А, вот здесь джим. Ну, в джиме, конечно, никого нет. Арнольд Шварценеггид сейчас в Америке. Здесь его нет. Есть только мы. Мы такие заходим. Здесь кондиционер. Куча всяких прибабахов. Все работает. А это чьи-то зубы в банках, что ли, да, коллекция? Что это? Да. А, это, наверное, камни из почек, да, там. Это закуски. И зубы. Да ладно. Я тебе клянусь, это орешки. Вот менталь. Ну, водичка, да. А где стакон снахоньки? В общем, все затянулось. И вот они, тренажеры, гильки. Хороший очень тренажерный зал. Вид у него хороший. И кондиционирование, и пахнет очень хорошо. А вот это, как говорят, наши здесь даже покушали. Наши могут покушать везде. Как говорит наш друг, презент. Ну, от полотенца, чтобы вытираться, на самом деле. Никакой-то не презент. Туалет? Туалет. А, это джинбук еще, видишь, книга. Я думал, это книга пожелания. Здесь, оказывается, кто пришел, а сколько? Ну, чтобы зафиксировать, это, знаете, вот как эти врачи фиксируют время. Ну, вы поняли, чего. Ну, это вот для этого. Видите, все по-французски говорят, а ездят, блин, по-английски, праворукие. Здесь вот есть велосипеды, можно взять, покататься. О, детская площадка, смотри, какая. Там и пострелять можно. Хороший у них, смотри, какая площадка. И батуты, и площадки. Мы сейчас туда тоже зайдем. О, здесь вообще ясли, смотри, какая маленькая кроватка. Маленький, здесь маленький бильярд, можно поиграть. Sony PlayStation, елки-палки, гитары стоят, футбол можно поиграть. Вообще классно. Рассказывать, все равно я ничего не понимаю, но больше половины. Здесь вот большой теннис, играют ребята. Вот про вот это я рассказывал. Здесь волейбольная площадка, никого нет. Волейбольная площадка крутая. Теннис можно поиграть, можно просто посидеть. Зона, можно поиграть в бомбинтон. Здесь, скорее всего, отдыхал Дмитрий Анатольевич. Вот это что такое? А, здесь качели, наверное, были. Потому что не было никаких качелей. Ну вот эта площадка классная. Но здесь она рассчитана 2 на 2 играть. Дальше. Вот здесь можно поваляться и посидеть. То есть, любители в какие-то игры приходят, играют. Не любители, любители ничего не делать, отдыхают. В общем, все. Здесь тупик. К нашему разочарованию придется сейчас вернуться. Здесь какая-то площадка, смотри. Что детский клуб? Не посмотрим? Хочешь пойти в детский клуб? Сейчас стоять за Дим. Конечно, зона великолепная вообще. Вот эта игровая. Но я сомневаюсь, что кто-то вот сейчас с пляжа соберется. Команды придут сюда волейбол играть. Это надо какой-то турнир устраивать, чтобы сюда заманить. Либо очень много платить игрокам. А теперь нам приходится возвращаться, чтобы перейти на ту сторону. И вот так по пляжу. Но мы не по пляжу. Мы еще по вот этой стороне пройдем. Наш отель. Как мы и предполагали, это ресепшн. Вот оттуда мы снимали бассейн. Фонтаны. Так. Нам куда? Нам прямо сделаем фотографию. Здесь бар, где вечно можно посидеть. Конечно, отличается дизайн. Очень серьезно отличается от нашего. Видимо, такая задумка и была. Бар такой в старинном стиле. В классическом, скорее. А не в старинном. Hello. Вот. А у нас все в таком деревенском. Обычном стиле. Здесь, оказывается, рыбы есть в пруду. Они опять тебя заметили. Огромные. Они хотят есть. Вот он сейчас нас покорный. Наступление в другой стороне. Вот они, вот они. Ничего себе, я не думал, что здесь рыбы есть. Перешли на другую сторону. Вон игровая зона. И на этой стороне отель все продолжается и продолжается. А вот эти ходячие деревья меня просто убивают. Какие они огромные. И они пытаются куда-то дойти. Путешествуют тоже. Смотрите, какой мы домик нашли. Почти на дереве. Между деревьев. Для чего он интересен. Вот, в принципе, мы и прошли еще один отель. Посмотрели, сняли обзор. И вот здесь у нас заканчивается этот отельчик. Мы попадаем в свой. Сразу смотри, как отличается. Здесь вообще у нас другой стиль. У нас африканский. Деревенский джунглевый стиль. Да? Да, деревенский. Вот наш отель. Вот граница. Ну что, напишите в комментариях, как вам отель, который мы прошли, посмотрели. По питанию, я думаю, там все нормально. Мы, естественно, не тестировали. Вот. Полотенца есть. Обслуживание везде на Маврикино, наверное, хорошее. Если у вас есть какое-то свое мнение, напишите, пожалуйста. Все. Всем пока. До следующего ролика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова